Глава девятнадцатая Том вернулся домой в очень мрачном настроении, но первые же слова тетки показали ему, что он явился со своими горестями в самое неподходящее место. — Том, выдрать бы тебя как следует! — Тетечка, что же я такого сделал? — Да уж наделал довольно, а я-то старая дура, бегу к Сирине, Гарпер. Думаю, сейчас она поверит в этот твой дурацкий сон. И надьте вам, пожалуйста. Она, оказывается, узнала у Джо, что ты здесь был в тот вечер и слышал все наши разговоры. Не знаю даже, что может выйти из мальчика, который так себя ведет. Мне просто думать противно. Как это ты мог допустить, чтобы я пошла к миссис Гарпер и разыгрывала из себя такую идиотку и ни слова не сказал? Теперь все дело представилось в ином свете. До сих пор утренняя выдумка казалась Том очень ловкой, поистине находкой, а теперь это выглядело очень убого и некрасиво. Том повесил голову и с минуту не мог ничего придумать себе в оправдание. Потом сказал. Тетечка, мне очень жалко, что я это сделал. Я как-то не подумал. Ах, милый, ты никогда не думаешь, ты никогда ни о чем не думаешь, только о себе самом. Ты вот не задумался проплыть такую даль с острова ночью только для того, чтобы посмеяться над нашим горем. Не задумался оставить меня в дураках, сочинив этот сон. А вот пожалеть нас и избавить от лишних слез тебе и в голову не пришло. Тетечка, сейчас я понимаю, что это было нехорошо. Но ведь это я ненарочно. Я не хотел, честное слово. А кроме того, я приходил домой вовсе не за тем, чтобы над вами смеяться. Для чего же ты тогда приходил? Мне хотелось вам сказать, чтобы вы не беспокоились о нас, потому что мы не утонули. Ах, Том, Том, если бы я только могла поверить, что у тебя было такое доброе намерение, я от всей души возблагодарил бы Бога. Но ведь ты и сам знаешь, что так не было. И я тоже это знаю, Том. Ну, правда, тетечка, было. Вот не сойти мне с этого места, если не было. Ах, Том, не выдумывай это ни к чему. Только вас то раз хуже. Я и не выдумываю, тетечка, это правда. Я хотел, чтобы вы не горевали, для этого и пришло. Я бы все на свете отдала, чтобы этому поверить. Заодно это все твои грехи можно простить, Том. Даже то, что ты убежал и вел себя из рук вон плохо. Да поверить-то невозможно. Ну, отчего ты мне не сказала? Знаете, тетечка, когда вы заговорили про похороны, мне вдруг ужасно захотелось вернуться и спрятаться в церкви. Как же можно было сказать? Я взял, да и положил кору обратно в карман и ничего не стал говорить. Какую кору? А на которой я написал, что мы ушли в пираты. Жалко, что вы не проснулись, когда я вас поцеловал. Право жалко? Суровые морщины на лице тети Поля разгладились, и голова просияла нежностью. А ты меня вправду поцеловал, Том? Конечно, а то как же? Это ты правду говоришь, Том? А то как же, тетечка, конечно, правду. Почему же ты меня поцеловал, Том? Потому что я вас очень люблю, а вы стонали во сне, и мне было вас жалко. Это походило на правду, тетя Поля и сказала с дрожью в голосе, который не могла скрыть. Поцелуй меня еще раз, Том. А теперь убирайся в школу и не мешай мне. Как только он ушел, она бросилась в чулан и достала старую куртку, в которой Том убежал из дому. Потом остановилась, держа куртку в руках, и сказала сама себе. Нет, рука не поднимается. Бедный мальчик. Он, наверное, соврал мне. Но это святая ложь, ложь во спасение. Она меня так порадовала. Надеюсь, что Господь... Нет, я знаю, что Господь простит ему. Ведь это он выдумал по доброте сердечной. Даже и знать не хочу, если он соврал. Не стану смотреть. Она положила куртку и призадумалась на минуту. Дважды протягивала она руку за курткой и дважды отдергивала ее. На третий раз она набралась смелости, подкрепившись мыслью. «Это ложь во спасение. Святая ложь. И я не стану из-за нее расстраиваться». И сунула руку в карман. Минутой позже она, обливаясь слезами, читала нацарапанные на куске коры слова и приговаривала «Теперь я ему все прощу. Чего бы он ни натворил, хоть миллион грехов!» Субтитры создавал DimaTorzok